всем привет дорогие друзья гости моего канала цветовод сегодня хочу вам поснимать цветочки которые давно не попадали в кадр показать рассказать что как растет как у меня появилась в общем поехали начну я пожалуй с ахименеса этот цветок который на зиму абсолютно засыпает то есть его срезают он весь засыхает по осени и остается просто пустой горшок с грунтом грубо говоря его я на зиму убрала в шкаф он стоял и в конце зимы перед началом осени я полила его и как только полила буквально через дня 4 проснулись новые росточки и сейчас уже начало мая и уже первые бутончики видны на этом цветочки поэтому это растение себя не заставляет долго ждать вот спустя два месяца уже будет цвести цветет он нежно сиреневыми цветочками есть разные сорта хименесов есть и темно-фиолетовые розовые ну в общем самое большое разнообразие расцветок но у меня вот такой вот нежно-сиреневый это моя тетя мне дарила в прошлом году на день рождения и в прошлом году это был такой один росток а в этом году он так классно у меня раскустился много росточков в общем растем развиваемся поливала его стимулятором роста hb101 поливала профессиональным удобрением peters универсальным и планирую пролить peters для цветущих чтобы цветение было ярким пышным красочным так следующего достанем а это мне стоит череночек гибискуса это черенок варигатного гибискуса просто он стоял в такой в полутени поэтому листья не слишком ярко разукрасились видите вот только тут на листочке какой-то проблеск варигатности а сейчас я вам покажу еще черенки это все с одного гибискуса какие-то яркие красивые сейчас принесу вот друзья только посмотрите это все один сорт гибискуса цветет он такими розово-красными крупными цветами а листья у него ну просто волшебные вот это вся его мощь насколько он может быть красивым один росток вот вымахал такой уже огромный а два поменьше тут у меня три черенка я укореняла в тепличке из бутылки в торфе классмане вот такие замечательные корни но гибискус это страшный водохлеб его я поливаю через день прямо вот очень часто его приходится поливать но он очень классно сигнализирует вот если пару дней не польешь пересушишь он сразу вянет опускает листья как только полил через пару часов все листики набрали тургор воспряли духом поднялись и все супер вот такой классный гибискус ну прям хочется мне его конечно развести потому что листья но волшебные есть абсолютно практически белые без хлорофильные листья и вот такие розовые жилки очень нарядный сорт название не знаю вдруг кто знает напишите мне название этого гибискуса так давно не показывала вам стефанию это мое любимое растение это прям вообще любимчик мой любимчик я я так обожаю от растения так и не мечтала и когда заказала ни капельки не пожалела вот на просвет листики жилки такие листик каплевидный растет кстати в этом году она у меня ну не очень быстро вот прям медленно получается в конце февраля тоже ее полила это такое растение которое на зиму засыпает и как только полила проснулся вот этот росточек видите у нее такой каудекс как картофелиной я называю картофелиной крупненькая такая а вообще это лиана вообще она очень длинная может вырастать но судя по тому как она в этот раз растет у меня она уже вот второй год у меня растет будет не такая длинная как в прошлом году потому что она классно цвела у меня вот это вот остатки маленьких желтых цветочков такие малюсенькие цветочки тоже есть видео на моем канале кому интересно полистайте вниз и обязательно найдете это видео где цветет стефания и в нее такой красный кантик по листу обожаю это растение с ним классно и если надо куда-то переезжать взял положил в карман картофелину и переехал вот такая у меня стефани а тут у меня растет друзья это я для эксперимента высадила косточки лимона и мандарина вот кстати у кого-то уже такой большой корень скорее всего крупный это лимон а поменьше это мандарин но это не точно потом можно будет на них прививать череночек от культурного плодоносящего растения конечно такое растение из косточки плодоносить не будет ну может плодоносить но лет через 30-35 просто интересно поворачивать такую зелень и причем листики лимона или мандарина их если потереть они пахнут цитрусом вот так а тут у меня растет сансеверия голод флейм сейчас я его подниму усик усик хои огромный просто сейчас вам покажу какая красивая сансеверия яркая какие листья у нее так хочется на солнышке вам показать этот всю сочность и и это такая среднерослая сансеверия она невысокая вот тут деточка у нее растет тоже будет варигатной красивой достаточно быстро растущая сансеверия у меня есть муншайн так вот муншайн тормоз по сравнению с голд флейм голд флейм очень быстро классно растет так что если хотите такую себе красивую розетку за быстрый период времени очень вам рекомендую этот сорт сансеверия будете довольны так тут у меня стоит хоя хоя ваети варигата или триколор вот такие у нее листики пожатые кучерявые разноцветные я веду свою инстаграм страничку под никоморчат профи кто хочет подписывайтесь оставлю ссылку под видео на мою инстаграм страничку там показываю свои цветочки ежедневно так вот там мне один подписчик написал никогда не думала что у хои бывают вот такие вытянутые листочки а я говорю да их огромное разнообразие просто сортов этих хой и они есть таких невероятных расцветок и красных и коричневых и так классно загорают на солнце и невероятные формы невероятные размеры листьев бывают листья как лопухи просто поэтому тоже нравятся мне эти растения хои очень привлекательные сразу вам покажу фикусик golden моник он на солнце становится вот таким салатовым салатовым хотя у него листик должен быть вот посредине с вот таким зеленым вот такая варигатность должна присутствовать на листиках сейчас вам еще найду вот такая но он видимо на солнце вообще сильно выгорает поэтому наверное надо его поставить в комнату где все-таки такое не совсем яркое солнце целый день а только в первой половине дня мне кажется тогда будут по привлекательные листья но вообще мне нравится он такой кучерявый я его уже черенковала но вижу надо еще черенковать формировать уже как-то эта ветка выбилась сильно в сторону не очень красиво смотрится но посмотрим может и попозже буду черенковать так вот тут у меня маленький суккулентик хавортия купера тоже загорает на солнце становится коричневым стараюсь его вот поставить на максимально яркое солнце чтобы он не тянулся потому что мне он зимой пришел вот таким вытянутым а я хочу чтобы он все-таки был маленьким компактным такие прозрачные кончики листья интересный суккулентик ну будем добиваться какой-то компактности от него а рядом еще один суккулент тоже хавортия это хавортия трунката вот такая она стала разляпистая сейчас вот тут корень вылез прям среди листьев и он наверное хочет пробить этот лист не знаю что с ней будет в дальнейшем а вообще она была очень ровненькая вот это как зубы лошади их еще называют у народе а для меня такие прямо мармеладки тоже прозрачные листочки и суккулентом надо очень яркое солнце очень много света поэтому тоже стоит у меня тут на солнечном подоконнике так чтобы ничего не сломать о покажу вам в бегоний q на мой взгляд это прям самый нарядный сорт бегонии бегонии инка найт красно-черные листья но тоже требует очень много света если освещение не будет будут вот такие зеленые листья а если будет яркое солнышко то будут красно-черные листики ой классная красотка тут у меня стоит халатейка рози но про них я вам рассказывала в прошлом видео все детально показывала поэтому в этот раз сильно долго на ней останавливаться не буду сейчас подостаю вам хоечки это хоя хеушкеляна варегата вот начала у меня тут плети прям растить тоже на солнышке молодые листики красные совсем маленькие листочки аккуратные такая достаточно медленно растущая хоя но она и не крупная она не будет вымахивать там как другие сорта хой так а вот сейчас я друзья снимала и обнаружила что какая-то хоя у меня вот такой вуз выдала сейчас мы с вами до нее доберемся ага это хоя макрофила я не видела друзья а я не видела посмотрите какие коричневые молодые листики хоя макрофила pot of cold вот серединка листа должна быть залита вот таким желто-салатовым цветом и лист по форме ну вот как нижний нижний листочек это вот сортовой лист должен быть таким и выдала на вот такой усик и тут два листочка очень длинный такой уж прям мне кажется тут еще до должны быть листья и выше но она аж решила стартануть сильно удивительное растение тихой это хоя сейчас вспомню название acuta variegata да нет оба вата variegata splash acuta variegata вот я вам сзади и и чуть позже сейчас покажу это оба вата variegata splash но у него вот несколько листьев три листа выросли зелеными а вот последний четвертый с варегатностью и они вот в такую крапинку не знаю что на них так влияет может солнце может какие-то удобрения но бывает такое с хоями что вот такие коричневые пятнышки на них вырастают так а сейчас достану вам все-таки окутывали и готов покажу ой она тут уже у меня слоняра такая прям посмотрите новый лист какой крупный выдала у нее такие полу кучерявые листья завернутые удивительное растение но этот прям кругленький такой нравится мне варегатные хои у них тогда такие листья нарядные нарядные разные расцветки но вот видите у этого сорта хои хоть и стоит на ярком солнышке но вот такого красно-розового загара нету этот сорт вот как есть он такой он и будет при хорошем освещении будет меньше зеленого будет больше белой варегатности так вот тут рядышком у меня хоя аустрали слизо яркая нарядная красавица вообще листья стали гигантскими хорошо я ее подкармливаю видать хорошая корневая система уже можно наверное пересаживать корешки так хорошо оплетают стаканчик потому что она мне когда была маленьким ростком из-за нехватки питания у нее отваливались листья поэтому смотрите если хое вот именно этого сорта вот так вот оплела вазон то его надо уже потом увеличивать потому что начнут отпадать листья от недостатка питания и сейчас вам покажу хоя карноза фрикли сплэш вот это хоя карноза фрикли сплэш я просто не могу вытянуть потому что у нее гигантский ус сейчас я постараюсь аккуратно вам показать какой у нее усик огромный вот он наверное уже в метр длиной этот усик и на нем потихоньку начинают вырастать листочки вот тут молодые листики и как-то ее и не почеренкуешь потому что половина это вот просто еще голый ус ну надо ее как-то на что-то крепить на какую-то опору или завивать или можно плетью спускать со стеллажа но сорт вообще быстрорастущий это вот она так вымахала за начало этой весны буквально очень быстрорастущий сорт не прихотливый не требовательный классная хоя все хочу вам друзья показать мой антуриум сорта сиера magic у него красный цветочек и красная тычинка но вот эти конкретно уже начинают оцветать вот растут растет молодой цветочек как распустится вам покажу вот там еще один это растение я покупала прошлой весной вот такой он громадный он у меня вырос конечно в два раза и за все это время он не прекращал цвести постоянно вот молодые листики молодые цветочки и не прекращает цвести сорт очень классный я вообще советую вам антуриумы после покупки не делить их на деленки иначе потом ну во первых не будет такого пышного цветения во вторых вам придется сто лет наращивать этой деленки корневую будет в бедственном состоянии ну и кустом это конечно все гораздо привлекательнее смотрится чем когда одна несчастная деленка какая-то там это моя строманта триколор тоже мне тетя дарила одну деленочку вот с одной деленочки посмотрите какой пышный куст какие потрясающие корни какая изнанка листья что можно вырастить за год вот такое вот крутое растение у меня очень высокая влажность поэтому вот всем марантовым стромантом колотеям очень комфортно они не сушат листики но есть некоторые капризные сорта колотеи у меня которые сушат листья но вот строманты замечательно растут мощное общерастение классный красивый куст получился это строманта magic star я зимой и и делила на деленки продавала кучу деленок с нее продала оставляла себе три штучки тут уже наросло их десять штук вот строманты достаточно быстро растущие растения с очень нарядными листьями сочными классными вот изнанка у этой строманты такая бордовая а тут прямо вот эти рощерки вот эти брызги на листьях это все очень красиво и сейчас покажу вам еще один сорт строманты которые у меня есть это самая диковинная строманта строманта хорти колор вот у нее такая вариагатность от 3 color она отличается вот такими мелкими брызгами но если поставить их рядом конечно наглядно сразу видно между ними разница эту я покупала две малюсенькие деленочки в 4 листа зимой а сейчас она мне еще новую деленку вырастила и начинает пышнеть тоже не нарадуюсь очень она мне нравится очень я хотела долго искала и вот случайно наткнулась на неё вот новые листики разворачиваются тоже поливаю с hb101 с hb101 он дает потрясающий толчок растениям все сразу начинают активно наращивать корневую активно наращивать зеленую массу доза препарата 1 2 капли на 1 литр воды вот кто не знает сейчас вам покажу что за препарат вот такой вот препарат hb101 и там внутри вот такой тюбичек с кодом код можно проверить на сайте что этот препарат оригинальный очень классный стимулятор роста всем рекомендую реально через неделю через две увидите эффект от его использования но при условии конечно что у вас достаточно освещения для растений они у вас в хороших условиях хорошем грунте тогда увидите эффект всем спасибо за просмотр друзья надеюсь видео было вам интересным пишите комментарии всем пока